Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Vena Network. Vena Network – это протокол для финансирования и обмена активами на токенизированных активах. Давайте посмотрим white paper данного проекта. Все просто, он здесь представлен сразу. Вот я его вам выделил. Кликаем на него и, собственно, переходим на white paper. Видите, что white paper немножечко отличается от того, что мы привыкли. Это же просто текст без картинок, без каких-то изменений текста в том плане шрифта, размер шрифта, цвет. Здесь просто текст, после чтения которого вы, собственно, и узнаете все о проекте. Конечно, это немножечко меня удивило, потому что сейчас все хотят, наоборот же, сделать что-то такое, чтобы человеку хотелось читать, чтобы человек говорил вау-вау. А здесь же, ну, очень-очень просто, да? Вот мы видим здесь какие-то изображения, которые как раз помогают понять проект. Это обязательно, потому что без этого мы бы с вами, в общем-то, ничего не поняли. Проект Vena Network собирается построить децентрализованную систему финансирования и обмена цифровыми активами, с которой каждый может обрабатывать кредитное обеспечение залогового обеспечения P2P и внебиржевую торговлю в любое время и в любом месте, обеспечивая свободный обмен каждую криптовалютами и валютами фиат. То есть фиат, мы все знаем, да, что это деньги, которыми мы пользуемся с вами в реальной жизни, там, рубли, доллары, это все называется фиат. Просто я очень часто использую это слово, но никогда не говорил, что оно значит, потому что думал, что все знают. И как-то меня спросили, а что же такое фиат? Ну, было, конечно, немножечко странно, потому что я думаю, такой вопрос можно было задать и Google, да, а не спрашивать это у меня. Но раз спросили, я решил, собственно, рассказать. Видим, что на первый взгляд был White Paper очень такой невзрачный, да, но сейчас мы видим очень много изображений, очень много таблиц, в общем, все, что необходимо. И, в общем-то, я думаю, все уже поняли, да, какой White Paper у данного проекта. И поэтому давайте перейдем обратно, потому что здесь мы все равно с вами ничего не читаем. Я исключительно вам показываю сам White Paper. Перейдем обратно. И что же еще я вам хотел показать? Конечно же, это Telegram, потому что в Telegram есть все самое главное о проекте. Давайте кликаем здесь также на ссылочку на Telegram и переходим на него. Вот мы перешли на Telegram данного проекта. Как мы видим, тут 8501 человек. Видим, вот так он и называется, да, Vena Network. Видим их сайт, на котором мы сейчас как раз с вами находимся. И давайте посмотрим, что же здесь есть. Как видим, почему-то нет закрепа, да, мы привыкли, что всегда есть закреп, в котором прописана вся информация о проекте, все соцсети, какие-то важные моменты. Здесь же почему-то этого нет. Ну, вот мы видим, администратор скидывает медиум какую-то. Можно также его изучить и, собственно, отвечает на все вопросы. Вот мы видим постоянно администраторы, их несколько человек, постоянно отвечают на какие-то вопросы, постоянно идет общение, что, собственно, не может не радовать. Вот мы видим, что администраторы не оставляют в беде. Поэтому переходите по ссылочкам в описании, переходите на Telegram для того, чтобы все-таки изучить проект полноценно. Задавайте вопросы туда, вам обязательно на них ответят. В этом, собственно, и вся суть Telegram. Также есть у них и Twitter, и Facebook. Вы везде можете добавить себя для того, чтобы не пропустить чего-либо важного. Давайте перейдем на Twitter, допустим, и посмотрим, что же в нем есть. Вот мы перешли на Twitter. Видим, что здесь очень мало народу, всего 680 человек. Всего 101 твит, да. Но, собственно, это не имеет значения для нас, количество людей, которые здесь есть. Нам же главная информация о проекте. И здесь она представлена. Видим, представлено ее не так-то уж и мало. Что в день представлено по 2, где-то и 3 даже записи. И вот, видим, с 24 октября вот уже я насчитал 6 записей, 7 записей, 7 записей за один день. Поэтому я думаю, что здесь наверняка найдется информация, которая вам будет очень полезна для изучения проекта. Но и также информация, которая полезна именно для чего-то менее важного, чем именно сам проект. То есть, что-то связанное с проектом, что-то связанное с криптовалютой, но непосредственно с самим проектом. Поэтому я рекомендую вам переходить по ссылочкам в описании, присоединяться к проекту. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok